Исторический выбор и национальная идея на тысячу лет вперед. Сегодня день памяти святого князя Владимира. Церковь называет его равноапостольным. В Самаре центральным местом торжеств стал свято-владимирский храмовый комплекс на проспекте Металлургов. Праздничное богослужение возглавил митрополит Сергий, а сразу по окончании литургии зазвонили колокола. Ровно в полдень по местному времени раздался праздничный перезвон во всех храмах Русской Православной Церкви. Первыми зазвонили православные храмы Японии, затем российский Дальний Восток и далее по часовым поясам. Сибирь, Урал, Поволжье, Центральная Россия, Украина, Беларусь, а также Израиль, Сербия, Германия. Волна колокольного звона обогнула земной шар. В честь крещения Руси звонили даже в Америке, в Австралии и в Антарктиде. В современной исторической науке не утихают споры о значении христианского выбора князя Владимира. Но никто из историков не отрицает, что лишь после принятия восточнохристианской идеи Русь стала развиваться как государство. А впоследствии была создана уникальная цивилизация, в которой мирно существовали разные народы и религии. Великое божественное действие – это наш земной путь, который ведет Царствие Небесное. Потому-то в вере и определялось название нашего Отечества много и много столетий называлось Святой Руси. Это имеет очень глубокие корни. И поэтому Святой князь Владимир заложил эти основы. День крещения Руси теперь отмечается не только как церковный, но и как государственный праздник. За последние 30 лет в России было открыто более 30 тысяч храмов. А многие считают это время новым крещением Руси. По статистике, 80% жителей страны сегодня называют себя православными. Крещение и венчание вновь становятся неотъемлемой частью русского быта. Миллионы людей приходят в храмы, чтобы прикоснуться к христианским святыням. Христианство сформировало вообще славянскую природу, славянскую сущность вообще как таковую. И все то, что у нас происходит вообще в государстве и в мире, в первую очередь, связано с духовными корнями, с теми нравственными основами, которые вообще заложены в каждом христинине. И, как говорил защитить артуриан, каждая душа по своей природе христианка. По мнению верующих, христианская идея еще сыграет свою роль в будущем возрождении России. Важно, чтобы наряду с физикой и экономикой люди не забывали о таких принципах, как не укради, не убей, возлюби ближнего. Олег Зверев, Константин Головин. События.